Напоминаю, вы смотрите телеканал «Вариант», и я рада приветствовать в нашей студии актера Владимирского академического театра драмы Вячеслава Леонтьева. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Вячеслав, сегодня вы у нас будете рассказывать о фестивалях и гастролях. Я знаю, что Владимирский академический театр драмы, помимо того, что принял в этом году, в этом театральном сезоне, да, уже фактически, фестиваль «Театр территории единения», успел уже поучаствовать еще в одном фестивале, очень много планов на будущее. Давайте все по порядку. Итак, театр «Театр территории единения» – это август месяц. Это вы еще в отпуске или уже не в отпуске? Нет, это мы уже вышли. Ну, я не знаю, как бы люди, наверное, уже, ну, наши зрители, они уже привыкли к тому, что выходят артисты из отпуска, там, с 9 августа обычно. Но у них через месяц начинается сезон, и уже, я надеюсь и думаю, что люди привыкли к тому, что за этот месяц еще что-то в театре происходит. Несмотря на то, что мы не играем в городе, мы все равно ездим либо на гастролях, ну, на выезда по области, либо у нас фестивали. Да, вот, ну, наверное, самое главное, что у нас происходило в августе, конечно, это был третий уже международный театральный фестиваль «Театр территории единения». Огромное количество спектаклей, 20 или даже 21 участник, просто постоянный объем информации, все друг с другом общаются, все приходят. И это, ну, такое клевое, классное дело было. Вот Борис Ригорьевич рассказывал о том, что действительно это такая дружеская, дружеская история. И это правда, действительно, каждый раз ты думаешь, так, фестиваль, все серьезно, все серьезными лицами, там... Ну, совет экспертный, да, совет экспертный. А тут как-то это все так, как-то, ну, это радость была. Плюс еще хорошая погода отличная, тепло было. И там по три, по два спектакля в день, разные площадки, это все как-то так перемещается. Такая, ну, приятно, когда город на, там, неделю становится такой мощной, театральной какой-то этой некой-некой, да, в которой из разных городов, из разных стран приезжают спектакли. Разные, густонаселенные, маленькие, моно, там, парные, вообще разные. И играются. И каждый раз разная публика. Люди по-разному реагируют. Вот, одним нравится одно, кому-то там нравится чуть больше, чуть меньше, другое. Разные формы, эпохи, все разное, современное, не современное, вообще разное все. Это очень здорово. Это великолепно, ну, просто великолепно. Наш театр, к тому же, сам участвовал. И Аня Лузгина открывала спектакль, а закрывала Юру Круцанко со спектаклем «Возле синих звезд». Прекрасно, просто прекрасно. Мы в восторге все были. И далее вы поучаствовали, ну, Владимирский академический театр, в оффлайн-идея-фест, международный театральный фестиваль. Расскажите поподробнее. Ну, чисто хронологически он был чуть раньше, чем театр территории единения. Вот мы 9 августа вышли, у нас был сбор труппы, и в этот же день начался вот этот фестиваль. Точно он называется онлайф-идея-фест. В чем суть фестиваля? В наши ковидные времена, да, 2 года назад, набрала большую популярность постановка спектакля или, ну, какого-то такого некого перфоманса в жанре зум-конференции. То есть, как бы некий разговор на кухне, но только по телефону. Вот, и ребята, организаторы этого фестиваля, они как-то ухватились за эту идею, и уже, ну, вот мы были в третий раз, по-моему, работали они с нашим театром. Первый раз они работали с Сашей Аладышевым со спектаклем «Сны Гамлета». Год назад они работали с девчонками «Тайны Старого дома» спектакля, они так делали. И вот в этом году они выиграли большой грант по Островскому, по-моему, на 8 спектаклей в разных городах России. И у нас они решили некую форму, другую, иную придать вот нашему спектаклю «Лес плюс» в постановке, в сценической версии, в постановке Александра Васильевича Мягченкова, как премьера была вот на день театра в марте. И нам это сказали вот буквально там чуть-чуть, не дожидаясь нашего выхода из отпуска, мы все подготовились, вспомнили, повторили, пришли. И это, конечно, было, я не скажу, что прямо все было вау, шикарно, здорово, это было крайне тяжело, крайне странно. Во-первых, только вышли из отпуска, вдруг это все как-то сразу так тебя очень, ну, круто будоражит, сразу начинаешь дышать полной грудью. А во-вторых, сама по себе форма, она, конечно, была, ну, трудно было ее ухватить с самого начала, потому что дней мало, мы записали весь спектакль. Ну, основные ключевые сцены мы записали там дня за три, за четыре. И ты постоянно находишься в стрессе, в таком мощном стрессе. И, но с другой стороны, вместе с этим, это отличная возможность проверить то, как ты, там, твои партнеры, как вы заиграете в этих условиях, в этих, там, предлагаемых обстоятельствах, в этом же разборе. Вы заиграете немножечко по-другому, более, ну, как-то по-живому, более как-то, ну, как на кухне. Действительно, вот это вот, да, нам говорил режиссер, вот, который занимался нашей постановкой, он нам говорил, что это как будто разговор на кухне. И, действительно, то, что мы сделали, это такое интересное, сложное, не всегда ровное, но захватывающее дело. Потому что мы писали, писали целыми днями, записывали себя, как это, вот, вообще представляли, как это лес плюс выглядит вот в таких реалиях. Ну, премьера была, 31 августа, но сам спектакль еще до конца в сети, я так понимаю, не выложили, и, я думаю, в течение сентября можно будет его уже выложить, и можно будет его посмотреть, там, в несколько серий он будет. Вот, ну, это было здорово, очень здорово. Для вас какой спектакль интереснее, вот, лес плюс онлайн или лес плюс на сцене? Ну, интереснее, конечно, на сцене, потому что это, что называется, не история на один раз, это история, ты каждый раз приходишь, это репертуарный спектакль, мы его играем, сейчас повезем его на гастроли, повезем туда, повезем сюда, и это всегда интереснее. Но, с другой стороны, вот так вот включиться вот в один момент, посмотреть совершенно по-другому, это тоже было очень интересно, и я думаю, что это очень сильно, ну, очень много что дало, очень много, ну, много помогло, и как-то новые границы. Да, 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 конечно, конечно, возможность как-то по-новому, даже чуть-чуть по-другому посмотреть на все, и на своих партнеров, и на себя, она настолько сильно захватывает, это, ну, это просто интересно, и это в любом случае приносит свои плоды. Этот фестиваль, он еще продолжается, или какие-то уже итоги подведены? Нет, он еще продолжается, и, как я понимаю, потому что ребята должны поставить вот во всех городах спектакли. И потом вот какие-то итоги, будут ждать какие-то награждения? Я думаю, что, я не знаю, будут ли награждения, но то, что какие-то итоги будут, это 100%. Однозначно. Итак, это два фестиваля, которые уже, можно сказать, прошли, поучаствовали, но впереди еще много всего интересного. Да, впереди еще очень много всего интересного, до чего, собственно говоря, далеко ходить. Вот буквально вчера наши ребята, артисты, постановочная часть уехали в Беларусь, в город Брест, где на фестивале «Белая вежа» уже завтра они сыграют спектакль «451 градус по Фаренгейту». Ну, я им желаю искренней удачи, ребята, вы молодцы, все будет здорово. Потом, 20 сентября, мы поедем в Кострому на фестиваль «Дни Островского в Костроме», мы везем как раз «Лес Плюс». 27 сентября мы повезем в Смоленск на фестиваль «Родина моя», мы повезем спектакль «Андрей Боголюбский», визитную карточку нашего театра. Вот. Потом сразу же, почти сразу же, 3 октября наши девчонки уедут в Казахстан, в город Ак-Моленск на фестиваль «Кокшетауфест», и там они сыграют «Тайны Старого дома». Потом, чуть-чуть попозже, 18 октября, мы едем в Нижний Новгород на Большом историческом фестивале, там мы сыграем спектакль «Александр. Прибытие в Каракару». Затем сразу же едем в Орел, там на фестивале «Русская классика» мы играем «Доходное место», а потом уже в ноябре, 17 ноября в Москве на фестивале «Золотой Витязь» будет показан спектакль Юрия Круценко «Возле синих звезд». И 20 ноября, да, на том же фестивале «Золотой Витязь» будет сыгран спектакль «451 градус по Фаренгейту», и с 22 ноября по 26 ноября мы едем в Санкт-Петербург, где покажем три наших спектакля. Это «Холстомер», это «451 градус по Фаренгейту», и это «Лес плюс». В рамках наших юбилейных гастролей мы будем играть. Давайте вернемся немного к юбилейным гастролям, не могу перебиваться, думаю, собьетесь, не собьетесь. Вы сколько вообще текста можете выучить за ночь? Сколько страниц? Много, я думаю, что много. Каким образом вообще развиваете память? Или это дано? Просто реально сейчас такое количество цифр, перечисления. Я понимаю, что это ваша работа в том числе, но тем не менее. Ну, потому что это как-то все последовательно. Ну, вот это дано, или этому надо учиться? Ну, я думаю, что определенно какие-то, ну, данность какая-то определенная есть, но как бы все равно мы постоянно работаем, постоянно мы учим текст, повторяем, учим, откладываем это, это другое, третье. Это, ну, это все развивается абсолютно вообще спокойно. А потом, вот то, что вы учили, забывается или нет? Ну, тут смотря, как бы, к чему, ну, смотря, скажем так, в какую память это класть. То есть вот у нас была, вот в конце, перед отпуском, у нас была лаборатория, ее проводил Театр нации, и у нас там особенность была в том, что мы делали спектакли, ну, отрывки из спектаклей, там, по 40 минут. Мы делали за пять дней, то есть и надо было, ну, какой-то не прям такой, как бы не, не там Островский, Дичехов выучить там всю пьесу, но все равно несколько страниц текста надо было выучить за пять дней. И ты учишь, 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 у тебя все это оседает в голове, ты это выходишь, выдаешь, а потом, вот сейчас меня спроси, я уже, наверное, плохо, ну, какие-то реплики. Реплики, может быть, вспомню, но в основной своей массе не вспомню. А вот именно сам процесс, когда ты полно, поэтапно, ножками ходишь, все это вначале с текстом в руках, потом в какой-то момент текст откладываешь, там его тебе подсказывают, накидывают, и механически это запоминается. А, слушайте, ну, бывает, что что-то забываете, ну, я не знаю, там хлеб в магазине купить, в конце концов. Да, это само собой, и это в первую очередь, потому что все силы уходят как раз на восприятие и память текста. А текст, а купить хлеб в магазине, это спокойно. Самое главное – любимая работа. Да, конечно. Возвращаемся к любимой. Звонок зрителя, давайте ответим сначала ему. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я хочу поздравить всех актеров, режиссеров, работников разных цехов Владимирского академического театра драмы со 175-летним юбилейным сезоном. Вячеслав, я и вас поздравляю. Спасибо большое. Большое спасибо. Спасибо. Еще хочу спросить. Скажите, пожалуйста, а на какой вот премьерный спектакль этого сезона стоит обязательно пойти и его посмотреть? Спасибо. Сложный вопрос. Да, вопрос сложный. Вопрос сложный. Во-первых, да, еще раз большое спасибо. Спасибо. 175 лет – это, конечно, не шутка, что называется. Действительно много-много работы, много всего. А на какой спектакль сходить? Сложно сказать. Я думаю, что у нас, как обычно, в большом количестве жанров будут спектакли, будут и комедии, будут и драмы. Я думаю, что можете смело идти на «Мертвые души», смело можете идти, можете смело идти, да и на моноспектакль Богдана Тартаковского, руководства для желающих жениться. Конечно. Если с детьми, то у нас будет сказка новогодняя, наша традиция, да, будет «Вовочка в 39-м царстве», и потом у нас еще впереди и барышня-крестьянка, и фантазии Фарятьева, и черные доски. Ну, в общем, на все надо идти. Разброс, конечно, надо идти на все. Абонементы покупать, идти на все. На все то, до чего можно дотянуться. Вот. Возвращаемся к юбилею. И зрительница нас спасибо вернула. Юбилейные гастроли в Санкт-Петербурге. Почему юбилейные? Потому что юбилейный сезон. Да. И тут, конечно, надо сказать большое спасибо нашим коллегам, потому что играть мы будем на сцене театра на Фонтанке. Вот. И большое им спасибо за то, что они предоставили такую прекрасную возможность. Да, так что с 22 по 26 все жители Петербурга смогут посмотреть наши, ну, действительно, одни из, наверное, самых лучших спектаклей. Ну, не обязательно жители Санкт-Петербурга. Возможно, кто-то из Владимирцев. Возможно, возможно. Это будет здорово. А вообще, вот вы лично, как относитесь к гастролям? Где больше любите играть? На гастролях в других городах, на других сценах или все-таки дома? Ну, сложно сказать. Но гастроли – это всегда здорово. Это всегда какой-то тонус. Потому что, во-первых, гастроли бывают разные. Ну, вот гастроли в Санкт-Петербург, да, тем более юбилейные гастроли. Вот это насколько волнительно, сложно. Ну, это сложно. Это очень сложно. Потому что, во-первых, не самые простые спектакли. У нас вообще простых не очень много. Но с точки зрения того же сосредоточения каких-то, да, усилий наших актерских, действительно, это едут сложные спектакли, которые, ну, они просто не могут не пройти, ну, хорошо. Они обязаны пройти хорошо. И, конечно, я уверен в том, что… И тем волнительнее. Да, тем волнительнее. И они, я уверен, что пройдут хорошо. Да, но с другой стороны, это всегда большое счастье. В Санкт-Петербург наш театр ездит каждый год. Ну, может быть, когда-то где-то там не ездил. Ну, в общем, знают вас там уже, да? Да, нас там знают. Мы играли в разных театрах. И это всегда большое счастье в любом городе. Потому что это экскурсии, это какие-то новые впечатления, это новые знакомства, это возможность, если это фестиваль, то это возможность также сходить на другие театры. Ну, это, в конце концов, это некий отдых все равно. Когда у тебя идет репетационный процесс, он же тоже складывается непросто. И бывают и нюансы, и есть утомляемость и от материала, и от всего. Это тоже присутствует. И именно поэтому ты едешь на гастроли на три дня, ты перезагрузил голову, ты подумал о чем-то другом, ты отпустил немножечко материал, ты возвращаешься, тебе снова хочется работать. Это залог успеха любого театра. Есть еще один звонок, давайте ответим. Алло, Татьяна, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, алло, вы в эфире, здравствуйте. Добрый вечер, вы знаете, я сама очень люблю театр. Ну, я закончила школу в 78-м году, училась в школе 11-й, у нас был массовый сектор, я как бы только руководила, им, ведь комсомола. Мы ходили всегда в театр, и вы знаете, такие были спектакры шикарные, «Польница Целина», «Милый друг». Вот, и я почему, почему сейчас, на данный момент, когда 175 лет, нашему драмтеатру, не вспомнили никаких актеров. То, и Метова, который играл Деда Чукаря в «Польницы Целине», Соломонова, Смольникова, Галина Борисова в «Милом друге» играла. Это вообще там Акинина, Анисимова. Такие красивые, такие актеры были, это вообще, это было что-то. Мы все были просто, когда ходили в школе, это было что-то. Это как лучше, чем смотреть фильмы. Чего они сейчас не вспоминают? Почему такую дату не вспомнить об этих актерах, наших великих драмтеатра? Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое за вопрос. Ну, я думаю, что, во-первых, сезон только начался. И у нас всегда, и я вспоминаю, я только пришел в театр, когда 170 лет было у нас в театру. У вас пятилетка. Да, ну да, пятилетка. И я вспоминаю, что это все было. У нас был на секундочку целый музей, я уверен, что он уцелел, и он будет. И я думаю, что он будет еще более широкий, более обширный, этот музей наш, посвященный всем нашим великим актерам и режиссерам Владимирским. И потом 175 сезон только начался. И я думаю, что мы будем вспоминать и сегодня, и будущее. Ну, всегда мы не можем не вспоминать. Это как бы опора наша, наше прошлое, это наша опора. Без этого невозможно не вспоминать. И я уверен, что и будут, и какие-то отдельные страницы истории рассказаны, и прочее, и прочее. Итак, у нас буквально одна минута, 175-й юбилейный сезон открывается для наших телезрителей, для наших владимирцев. Да, дорогие владимирцы, мы открылись, 175-й юбилейный сезон, и в 175-й раз мы готовы вас позвать на наши спектакли. Приходите, будет здорово. Владимирский Академический Областной Театр Драмы ждет вас. Он всегда вам рад. Спасибо большое. Напоминаю, наш гость сегодня, актер Владимирского Академического Театра Драмы Вячеслав Леонтьев. Вячеслав, спасибо вам. Спасибо. Спасибо.